Ниже примерно, ну вот, как вам так все идет, где-то чуть ниже половины. Медленно опускаетесь, аккуратно. Так, опускаюсь, да, медленно, аккуратно. Дальше. Какой раздел? Предоставление услуг. Нет, 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 подождите. Вы сейчас мне вообще за что говорите? Зародокументы и условия предоставления сервиса? Или что вы мне сейчас говорите? Условия предоставления сервиса, да. Я нахожусь в условиях предоставления сервиса на сайте максимаркетс.инф Ну, первое, тут что-то ля-ля-ля-та-паля, потом правоверность использования раздел. Следующий раздел – предоставление услуг, прекращение использования сервиса. Мы сейчас с вами ищем, что лицензию же на брокерскую деятельность. Следующие – счета, сервис, транзакции. Да, совершенно верно. Ну, дальше. Что мне смотреть-то? Говорите, в какой раздел? Опускайтесь ниже. То есть у вас там то, что вы прошиваете, оно у вас находится чуть-чуть ниже. Ну, давайте, говорите, где чуть ниже-то, в каком разделе. Я же не могу все читать подряд. Смотрите, давайте сориентирую. Оно у вас практически в самом конце, в разделе, где он находится, я вам скажу, чтобы вы точно сориентировались, не было никаких проблем. Давайте сзади будет намного проще, если вы сейчас опуститесь в самый-самый низ. Так, да, опустился. Прекрасно. У вас там есть самый-самый низ, у вас находится русская и английскоязычная версия документа. Видите? Да. Там, где находится, выберите, пожалуйста, русская и английскоязычная. Так, выбрал. Отлично. У вас должно открыться окно с этим документом, ну, то есть полноценное полносе, где оно будет более видно, скажем так. И там у вас чуть ниже должно будет про саму компанию сказано в документе. Сейчас я вам сориентирую вас, чтобы вам было проще найти. Вот. Да. В самом-самом низу у вас будет... Сейчас я расскажу, что это там пункт. У вас там находится пункт заключительное положение. В этом заключительное положение и у вас и будет то, что вы спрашиваете. Позвольте, пожалуйста, и скажите мне, это то, что вы спрашиваете или нет? Ну, а в вашем понимании, что я спрашиваю? Еще раз, что вы сказали? Я не слышал. Я говорю, что в вашем понимании, я спрашиваю, потому что я не вижу никакого ответа на свой вопрос. Ну, вот вы сначала спрашивали, где зарегистрирована компания, а второй момент спрашивали про лицензию брокерской деятельности. Правильно? Вот эти вопросы. Про брокерскую деятельность, про свидетельство о регистрации. Мы с вами просмотрели. Нет, мы просмотрели свидетельство о регистрации, а про брокерскую деятельность. Вот вы мне что-то пытаетесь куда-то меня направить, но я, к сожалению, ничего не вижу. Нет, подождите, подождите, вы же говорите лицензию по брокерскую деятельность, верно? Угу. Вот, отлично. Так, сейчас, дайте секунду. Подождите, стоп, секунду. Я, секунду, я не совсем понял, стоп. Мы с вами, вы интересуетесь брокерской лицензией или местное расположение, потому что, вы сейчас мне говорите абсолютно разные, я не понимаю, что из этого вам надо посмотреть. Что из этого вы хотите от меня узнать? Ну, слушайте, с регистрацией мы разобрались. Свидетельство о регистрации я ваше увидел. Находится в офшорной зоне на каких-то там островах Гренадинов. Да, что вы меньше платили налоги, совершенно верно. Хорошо. Следующий вопрос у меня был по... Имеется ли у вас, у вашей компании лицензия на осуществление данной брокерской деятельности? Да, конечно. Посмотрите, в самый низ на сайте компании у вас будет это написано, что деятельность форекс-дилеров на территории РФ отсутствует в соответствии с законом РФ о ценных рынках бумаги. То есть это есть. Нет, ну вопрос в лицензии. Причем тут в соответствии у вас... Вы мне говорили, что в России у вас ничего нет. Вы говорили международная компания и... Да, там у вас не думал, то, что я вам только что сказал, там так и сказано один в один. Вот это все. Посмотрите, вот то, что я вам сказал, опуститься чуть-чуть пониже. Там у вас это все и будет указано. То есть компания Максимаркетс обращает внимание, что является международной компанией, оказывающей брокерские услуги клиентам из равных храм. Это все есть, как верно. Это где? В условиях предоставления сервиса или где вы там их смотрите? Нет, нет, нет. Смотрите, вы мне когда-то перефразировали вопрос, поставили его по-новому, я вам сказал, полностью опуститься назад, ну, на сайте компании, не важно на какой вкладочке, но самый факт, полностью уйти, пожалуйста. Ну, написать-то можно все, что угодно, но... все слова-то должны чем-то подтверждаться, понимаете? Ну, прекрасно сослались на закон ОРФ. Хорошо, давайте, хорошо. Смотрите, вообще вопросов нету, никаких проблем. Мы с вами просматривали такие ассоциации, как АРБ, СПКФР и прочее. Вот, смотрите, там это и есть вот то самое, что вы спрашиваете на лицензии и свидетельство о обеспечении того, что, где и как. То есть, то, что вы говорите, то, что написать можно все, что угодно, а есть именно на сайте, где это все можно просмотреть и увидеть, что и как оно где находится. Напомните, где мы должны были это увидеть. То есть, мы смотрели с вами на сайте совет по профессиональным квалификациям финансового рынка. И сказали... Там икс-критикам, икс-критикам. Совершенно верно. Хорошо. Это платформа, которую мы используем. Потом АРБ, Ассоциация Российских Банков. Вы мне тут на какую-то новость 16-го года сослались, где, во-первых, не организация совсем другая, не Макси-маркет. Да, с 13-го года у вас должен быть там Макси-сервис ЛТД, город Москва, это юридически. Нет, подожди, не город Москва, Макси-сервис ЛТД, Ангилия, Великобритания. Это вообще какая-то другая компания, я не знаю, к вам она отношения не имеет, я... Почему, подождите, почему? Ну, потому что у вас в свидетельстве о регистрации написано Макси-маркетс-лимитед, а здесь на сайте АРБ идет речь о Макси-сервис... Макси-сервис... Где уже я потерял? Макси-сервис ЛТД, Ангилия, Великобритания. А вы в Гренадине находитесь, здесь вообще про другую компанию речь на АРБ идет. Подождите, это вы мне говорите за 2016 год, верно? Ну, какую новость вы мне сказали открыть, я другую не открывал. Ну, вообще, я вам говорил за приезда новой члена еще первая самая публикация за 2013 год, что вы посмотрели, что мы находимся не с 2016, а в целом за 2013 год. Может быть, вы что-то путаете, про 2013 год мы вообще ничего не говорим. Ну как, смотрите, у вас есть... Потом я посмотрел на сайте АРБ члены АРБ, и вот название ваше и так, и сяк вводил, но никак не могу найти среди членов вашей компании. Там, где вы в поиске пишете, когда вы говорили, что у вас открываются статьи, у вас там есть именно третья статья ВРБ, приняты новые члены. В этой статье у вас так написано, а вот про там введите тоже, что в поиске 4 буквы максимум, что она у вас была. Так, ну, давайте еще раз введу, может, еще что-то новое, может, еще что-то новое появится, давайте, хорошо. Почему? А оно не должно быть новое. Ну, давайте, нет, давайте, да, 3... Три статьи первого. Третья, 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 третья. ВРБ, приняты новые члены. Давайте, третий, да. Выбирайте ее. Макси, не кредитная организация, Макси, сервис, ЛТД, город, Москва. О, совершенно верно. Это вот то, что вы говорите словами, написать можно что угодно, я вам показываю на независимом, не нашем сайте, где мы ничего написать не можем. Так это не ваша компания, это при чем тут Макси, сервис? Почему? Почему это не наша компания? Ну, потому что ваша компания называется Макси Маркетс. Вопрос один к вам можно? Ну, конечно. Вот, просто один ради вашего интеллекта. Вот, вы знаете, к примеру, его средства для мытья ферри? Ну, вот к примеру просто. Знаю, знаю, конечно. Вот. Вы знаете, что юридическая компания ООО совсем другая, не ферри? Там будет по-другому написано. А ферри это бренд. Ну, а при чем тут бренд? Ну, а юридическая компания, вот смотрите, вот юридическая компания, та же самая у нас, Макси Маркетс, Макси Сервис, ЛТД, город Москва, это юридическое название. А бренд это уже Макси Маркетс. То есть, вы хотите сказать, что у ферри тоже есть свидетельство о регистрации в каком-нибудь офшоре, ну, теоретически может быть. Нет, ну, вы понимаете, свидетельство о регистрации, это свидетельство о регистрации компании зарегистрируют. Это же я, мы же не смотрим свидетельство о регистрации товарного знака, причем тут вы мне пример приводите с ферри, но абсолютно неадекватный. Смотрите, вот, чтобы вы понимали, объясню, почему неадекватно. Скажите мне, я вам сейчас постараюсь ответить на этот вопрос. Почему неадекватно? Ну, ферри, потому что это товарный знак. И ферри зарегистрирован в, как интеллектуальная собственность, товарный знак ферри. У вас Макси Маркетс Лимит, согласно свидетельству о регистрации, зарегистрировано как компания. Name of International Business Company, название международной деловой бизнес компании. Не как товарный знак, Макси Маркетс, зарегистрировано в семнадцатом году. А вы мне новость даете о Макси Сервисе, которая была зарегистрирована в тринадцатом году. Давайте, Сергей, давайте я вам сейчас объясню это. Я сейчас вам оставлю ссылку, чтобы вы это сами поняли, чтобы вы могли это просмотреть. Некома за документах вы сейчас поймете, почему я вам за это сказал. То, что вас выжимало очень большое возмущение. Позовите, пожалуйста, свою почту сейчас. А вы можете мне присылать? Неудобно мне сейчас почту смотреть. Можете присылать на WhatsApp? Ну, WhatsApp, да, куда-нибудь. Вы с телефона. А, хорошо, прекрасно. Знаете, я вам сейчас смс-кать, спокойно это все то же самое отправлю. Секунду. Просто переедите себе по смс-ке и все. Так. Нашел Макси-сервис ЛТД. Отлично. В тринадцатый год. Смотрите, на официальном нашем сайте, понимаете, это вот все это есть как таковое. То есть официальное свидетельство, все это вот самое есть. Макси-сервис ЛТД, то, что мы с вами говорили. То есть Макси-сервис ЛТД это международная компания. У вас там таки написано, представляете инновационные сервисы для работы на финансовом рынке. А Макси-маркет один из брендов компании Макси-сервис ЛТД. То есть это то, что вы говорили. Понимаете разницу? Международные инновационные сервисы. Макси-маркет один из брендов компании. Так у меня-то с кем будет договор-то? С Макси-сервис ЛТД или Макси-маркет лимитед? Макси-сервис ЛТД или 10-я компания. Тогда можно мне свидетельство о регистрации Макси-сервис ЛТД увидеть? А вот я сейчас то, что вам присылал, на что вы сейчас смотрите? Макси-сервис ЛТД или Макси-сервис ЛТД или Макси-сервис ЛТД? Это свидетельство о том, что вы являетесь членом, может быть, этой ассоциации российских банков. Но не регистрация же вашей компании? Смотрите, мы с вами только что вот просматривали то самое то, что вы мне сказали, свидетельство о регистрации. Мы с вами его смотрели в самом-самом начале. Там свидетельство о регистрации Макси-маркет с лимитед. Вы мне сейчас говорите, что договор у меня будет не с Макси-маркет с лимитед, это у вас такой бренд, я не знаю, ваш. Вот вы договор, который вам финансовое дело присылал, вы его просматривали внимательно? Я его не получил, к сожалению. Не получили, не пришло вам на почту, а вы с вами смотрели? Да, смотрел, но я, к сожалению, ничего не получил. А там у вас, мыслись, а у вас кроме договора было еще одно, тоже? Я не видел, к сожалению, не смог. Не видел, хорошо, смотрите, вот сразу вам сейчас говорю, чтобы вы ориентировались и понимали, у вас в договоре так и будет написано, русскими буквами специально, Макси-сервис, ЛТД. Понятно. Ладно, хорошо, так, ладно, будет согласен. У вас там будет печать, название, все это у вас там есть. Еще вопросы? Так, вот вы мне скинули на, посмотреть на условия, точнее направили, да, посмотреть условия, тут я вот встретил такое, условия использования сервиса, понимаете, да, о чем я говорю? Условия предоставления, условия предоставления сервиса. Да, совершенно верно, да, слушаю вас. И тут вот что-то меня напрягло несколько. Скажите, я вам подскажу. Раздел первый, вот второй, предоставление услуг, точка прекращения использования сервиса. Да, вижу. Предоставление сервиса, второй абзац. Предоставление права использования сервиса со стороны компании может быть прекращено временно или постоянно, полностью или частично, усмотрение компании как с предварительным, так и без него. С предварительным уведомлением, так и без него. То есть, вот что это такое? То есть, вы в любой момент можете просто-напросто прикрыть мой счет и все. То есть, вы 50 на 50 права, то есть, просто-напросто, но нет, а то, что закрыть, да. То есть, что это значит, к примеру. Смотрите, вот самый верхний абзац, самый первый, если вы просмотрите, компания предоставляет вам неэксклюзивные, неподлежащие передачи третьим листам и ограниченное право доступа использования сервиса. То есть, без публичной демонстрации использования, включая все доступные материалы сервиса и прочее. Почему это может прекратить, то есть, удаление или деактивирование вашего счета? Если, к примеру, вы, грубо говоря, отмываете деньги, то есть, вы заводите их, открываете или вообще не открываете сделки и просто-так выводите деньги. Это отмывание денег, это по закону Европы запрещено. За это ваш счет может быть заблокирован или деактивирован. Если вы, к примеру, возьмем такой случай, чтобы было просто более явно наглядно, если вы, к примеру, какой-то террорист, нам в компанию подается запрос о том, что числится такой-то, такой-то фотографии, если это все, так как ваш счет открывается в банке полностью по вашим документам. И если такие документы приходят в банк, то банк закрывает вашу ячейку, как таковую с вашими деньгами. И, соответственно, если закрыта ваша ячейка, то у вас закрывается ваш счет. Это вот такой вот второй момент. Нет, это то, что вы пишете, нет, то, что вы сейчас говорите, это примерно там дальше, что у вас тоже это расписано, там, нарушение мной договора, отказ от запрошенной информации предоставить. Но это все было бы прекрасно, если бы вот конкретно вот этого, этой строчки бы не было, что, ну, которую я вам зачитал, процитировал. Что вы просто можете в любой момент, в любой момент прекратить и все, и сказать всем спасибо, все свободны. Ну, не просто так, а именно по какой-то определенной причине. Ну, нет, вот здесь нет причины, в этом нет причины. В этом абзаце абсолютно никакой причины нет. Дальше вы как бы причины называете, но вот этот пункт, нет тут двоеточия и по таким-то причинам. Здесь у вас четко написано, что в любое время вы можете без уведомления какого-либо закрыть счет, точнее прекратить предоставлять право пользования сервисом. Удалить или диктивировать мой счет, заблокировать. То есть взяли меня, заблокировали, деньги мои там где-то у вас остались и все. Понимаете, что если бы такое было, да, вот скажем так, то банально бы компанию просто закрыли за такие махинации. Потому что это прямое, ну, самое прямое, что есть мошенничество банальное, если бы такое было. Об этом нет смысла было бы писать. Почему? А почему? Почему мошенничество? Вы скажете, у меня все, у нас все в условиях прописано, мы в соответствии с условиями это все делаем. Какое мошенничество? Вы до начала галочку поставили, до начала работы с нами согласились с этими условиями. Никакого мошенничества здесь не будет с вашей стороны, все будет четко, красиво. Нет, почему? Смотрите, это все у вас, ну, смотрите, если вы ниже, обратите внимание, у вас объявляются причины. Почему? А это же один целый пункт. Нет, ну, причины, ну, это причины-то дальше, это... Понятно. Здесь идет одно общее. Понятно, ладно, нет у вас ответа, нет у вас ответа. Ну, вот не было бы этого пункта, я бы еще, может быть, и согласился с вами. Ну, что-то как-то вообще странный. Именно этот пункт или что-то еще? Ну, дальше... Обратите внимание, что здесь идет три абзаста, где в каждом указано, по какой причине и что происходит. То есть даже у вас третий абзаст, это если вы вообще были, скажем так, юридической компанией в целом. Понятно. Смотрите, четвертый вообще пункт, ликвидация вашей компании, если вы предоставляете интересы юридического лица. То есть это все причины, почему, что и как. То есть, смотрите, обычно более доступным языком. Первый абзаст, который вы прочитали, что вас мусил, это то, что может произойти, то есть это то, что компания может сделать. Второй абзаст, это по каким причинам. Нарушение договора, отказ предоставить или подтвердить то, что вы являетесь, ну, то, что вы это вы, удостоверение личности, а не то, что вы эти деньги где-то нашли. И там третье, если вы там, ну, у вас счет не используется. Третий абзаст уже говорит, что у вас уже автоматически, то есть прекращается автоматически, то есть без нашего участия. Если там у вас потерялось полностью заверение и гарантия по соглашению, вы признаны банкротом, ваша смерть и там рекомендация вашей компании. То есть первое, это то, что мы можем сделать. Второе, это то, что по какой причине мы это сделаем, именно рассмотрим сами. А третье абзаст, это то, что происходит автоматически, без нашего... Звонись на или на мой телефон, маме. Если, да, если вы нарушаете договор, если вы используете другую личность, то да, конечно, ну, вы будете заблокированы за мошеннические действия. Это да. А так, ну, нет. Честь чего. Честь чего мы решим вам заблокировать ваш счет. Чтобы потом позабирали у нас все лицензии, и мы без этого ничего остались, ну, невыгодно. Ну, да, логично, конечно. Понятно. Ну, если есть еще какие-то вопросы, давайте. Слушайте, а вот еще там, да, вот у вас бонусы, акции и бонусы. Да, что, наверное. Ваш финансовый отдел, там, с которым я обратил внимание, потому что у меня вопрос к вам тогда был по страховке. Ну, по страховке, как мне объяснили, что денег не выделяют на страховку, поэтому, как таковой страховки нет. Но вот есть некие акции и бонусы, которые начисляются. Вот знаете, что тут какие-то бонусы у вас интересные, бонус на пополнение. То есть, он всегда вообще есть, этот бонус. Бонус на пополнение? Да. Это вы имеете в виду Велкам бонус? Правильно? Какой? Ну, Велкам. Вот самый первый. Откройте ваш первый счет и получите бонус. Правильно? Ну, наверное, да. Ну, вы говорите, ну, уточните, бонусов вопросов много, я же вам могу только... Нет, ну, я читаю из ваших условий. Виды бонусов. А, бонус на пополнение. Я понял. Вы у свои представления сервиса. Я понял. Сейчас, секунду. Потому что я перешел, там есть отдельная вкладка бонусов, если вы смотрели. Я думал, вы меня за это спрашиваете. Сейчас я вам скажу, да, я слышу вас. Бонус на пополнение, да. Угу. Какие у вас к этому вопроса? А как он вообще технически-то предоставляется? Ну, к примеру, давайте возьмем такой самый банальный бонус на свои инвестиции от компании. Как это есть? Ну, вот вы говорите, 500 долларов вам первый взнос, ну, начальный взнос. Вот давайте, я 500 долларов захожу с 500 долларов. И что мне... Смотрите, так как вы новичок, вам возможно предоставление условия свои инвестиции от компании. То есть, выйти в этом 50 на 50. Вы 500 своих долларов, и компания вам дает свою инвестицию в тех же 500 долларов. В общей сумме у вас получается 1000 долларов. Угу. Понятно, как работает, да? Так, понятно, да. То есть, у меня на счете сколько будет? 1000 долларов? У вас на счету будет 1000 долларов, да. Но как таковую вывести вы можете свои деньги, потому что, опять же, если бы можно было просто так выводить, ну, и наши деньги, я думаю, вы понимаете, что компания только бы не просуществовала. Ну, хорошо. Так, 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 так. Размер к носим указанным. Вот меня дальше напрягает. Указанный бонус подлежит отработке клиентам на следующих условиях. Отработка каждой тысячи бонусных средств осуществляется при получении бонуса. Вот что это такое отработка? Смотрите, это то, что я вам только что сказал, только более замудренное. То есть, к примеру, что для вас значит эта отработка бонусов? Смотрите. Вы получите свои 500, компания вам соинвестирует в свои 500. Соответственно, ну, люди хитрые, они бы могли, грубо говоря, снимать тысячу. Чтобы такого не было, как это возможно? Чтобы вы эти 500, которые были у вас, чтобы вы их забрали себе. Почему мы это даем? Потому что нам выгодно. Вы открываете сделки большим объемом. Вы открываете большее количество делок. Соответственно, вы приносите нам больше комиссии. С помощью этой комиссии вы окупаете в разы ту самую свою инвестицию, что вам дала компания. Вы ее не обязаны отрабатывать. Она, ну, как бы, не привязана ни к чему. Хотите, пожалуйста, как бы, берете, ну, отрабатывайте. Не хотите, забывайте про это. То есть, это у вас специально. То есть, вы забираете эти 500, как только полностью совершите определенное количество сделок. То есть, в целом, это 50 стандартных сделок. Вот на 500 долларов, это 50 стандартных сделок. Пожалуйста, эти 500, они ваши. Вы, комиссия, нам переплатили больше, чем этот бонус. Это выгодно и вам, и нам. Нам то, что вы, нам все равно принесете больше комиссии. Вам это выгодно в том случае, потому что вы больше откроете сделок, и в конце эти деньги останутся у вас. Понятно. Так я так и не понял. Деньги-то я... Тысяча долларов у меня будет на счете. Я, не знаю, там, открою 5 сделок, заработаю 50 долларов. У меня на счете будет 1050 долларов. А, я скажу, секунду-секунду, Чарльз, я потерял 1050 долларов. У вас на счету есть ваши с 1000 долларов. Примерно, 500 ваших, 500 в компании. Да. Хорошо, дальше. Со сделки заработали 50 долларов. Совершенно верно. Стало 1050. Это ваше. Я захочу 50 долларов вывести со счета. Да. Ну, я это смогу сделать? А, почему нет? Это же ваши заработанные деньги. Ну, вы скажете, что... Смотрите, бонусы, бонусы, как таковы. Вы не лапу. Вы скажете, что я заработал, что я заработал с денег, которые с бонусов предоставлены. А чтобы вывести деньги, которые с бонусов предоставлены, я должен, бам-бам-бам, вот эту вот всю историю, тут 10 тысяч... Нет, смотрите. Объем торговли достичь. Объясняю вам. В 10 тысяч раз больше. Не совсем, смотрите. Объясняю. Когда вы торгуете, вы, вот, к примеру, у вас 1000, вы заработали, после будет те 50, которые мы с вами рассмотрели. Вы их заработали. 500, которые вы изначально внесли, 50, которые вы заработали, это ваше, как таково, это ваше. Здесь у вас такие, идет ли написано, посмотрите, отработка каждой тысячи долларов бонусных средств, то есть бонусных. И у вас же, ну, не 1000, а мы сейчас рассматриваем 500, это первый момент. Вот их 500, которые вы вложили, это ваше. 500, которые вы заработали, это ваше. 500, которые у вас там лежат от нас, они у вас будут лежать, пока вы еще не отработаете по количеству сделок эти бонусы. То есть с 1000 долларов бонусов я должен, объем торговли у меня должен 10 миллионов долларов. 5 миллионов долларов. Смотрите, у вас, вот, ваши 500 долларов, которые бонусные. При получении бонуса до 10 тысяч долларов, объем торговли должен достичь 10 миллионов долларов на каждую 10, ой, 1000 полученных бонусных средств. Отработка, отработка, ну, так это значит 5 миллионов, значит я должен, объем торговли 5 миллионов у меня должен быть, так это же с 500 долларов сколько я объем торговли на 5 миллионов сделаю. Это я за всю жизнь столько можно и сделаю. Смотри, я отвечаю вам, нет, 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 отвечаю вам. Я вам сказал, что 500 долларов вы отрабатываете 5-10 стандартными сделками. Ну, а написано-то по-другому, при чем тут вы сказали? Написано-то у вас по-другому. Вы просто, ну, вы же не учитываете, что у вас идет кредитное плеще как таковое, понимаете? Не понимаю. Что такое кредитное плеще, вы знаете? Да, у вас какой, 1 к 50, да? 1 к 200, но там, в который вы захотите, то можно выбрать поменять, пожалуйста, стандартно 1 к 200, как у всех. Ну, такое 1 к 200, это кредитное плечо для чего? Это для каких? Валюты, золото, серебро, ну, там, пожалуйста, к акциям, да, 1 к 200, и это правда. Та же самая нефть, золото и прочее, это 1 к 200, это правда. Слушайте, а у вас, да, еще вопрос я забыл, а у вас же все-таки не акции, не акции же, да? Почему? А вы имеете в виду полноценные с дивидендами? Да. CFD-контракты. Абсолютно все товары, все услуги, но CFD-контракты. Знаете, что это такое? Поэтому вы мне и не могли ответить про депозитарий, который я вас спрашивал в прошлый раз. Вы мне и сказали, что у вас CFD-контракты, акции, как таковые, здесь не торгуешься. Почему нет? Вы торгуете акциями, все полноценные, тоже долгосренно. Торгуем разницей в цене, при чем тут акциями? Нет, акциями никто здесь физическими не торгует, и поэтому... Нет, 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 смотрите, подождите, вы торгуете акциями. Единственное, что вы не получаете дивиденды, потому что это у вас идет торговля спекулятивная, только по этой причине. А так у вас полноценные акции этих компаний. Но торговля из-за того, что у вас спекулятивного характера, у вас дивидендов не будет. Это вот правда, да. Потому что этих акций нет физически, я торгую просто по разнице в цене на эти акции. Ну понятно, ладно, ну как нет-то. Ну хорошо. Ну что такое CFD, хорошо, давайте, что такое CFD-контракт? Контракт на разницу с ценой. Контракт на разницу с ценой. Правильно. То есть вы торгуете контракт, ну давайте так, к примеру, вы торгуете контрактами Теслы на разницу цены других контрактов Теслы. То есть есть люди, которые, вот к примеру, покупают контракты Теслы, ну акции Теслы. Есть люди, которые провоют акции Теслы. И у тех людей, и у тех людей контракты на разницу с ценой. Но у одних это контракты на покупку, у других это контракты на продажу. Ну правильно. Сначала я заключаю контракт, например, на покупку, потом Я заключаю контракт на продажу, правильно? Не совсем. Вы покупаете себе только контракты на продажу. То есть, к примеру, как это работает? Грубо говоря, на покупку будет легче объяснить. Вы, к примеру, решили купить себе акцию Tesla. Вы у компании приобретаете эту вот разницу. То есть CFD контракты Tesla на покупку. У вас и теперь есть ваши контракты на покупку Tesla. И это в это одновременно параллельное время кто-то их продает. То есть, как работает продажа. Вы компании платите деньги, берете эти контракты на продажу, они у вас, ваши есть. Когда вы их продаете, вы отдаете их компании по той цене, за которую брали. И на разницу, которые заработали, это ваша. То есть, то, как работают CFD контракты. То есть, вы торгуете именно акциями как таковыми. Понятно. А какая комиссия у вас за эти сделки? Стандартная нужна лишь 3% от объема сделки. У вас на сайте есть таблица текущих спредалов. Откройте ее, пожалуйста. У вас там с трейдером наверху и таблица текущих спредалов. Нашли? Так. И что я здесь увидеть должен? Смотрите. Вы когда навелись над трейдером, у вас там будет таблица текущих спредалов. Угу. Вот. Это то, что вы спросили бы, да, комиссия? То есть, на платформе у вас есть вся комиссия, вы можете просмотреть, какова она будет. В целом, это 0,03% от сделки. Вы если вручную вычитаете, то у вас получится такая сумма, которая здесь написана. Ну, давайте вот пример какой-нибудь посмотрим. Комиссия. Пожалуйста. Вот можете там найти валютные пары и евро, доллар и это у вас будет 2,5$? Не, меня евро-пары не интересуют. Эти, валютные пары не интересуют. Пожалуйста, выбирайте золото, индексы, клиптовалюты, индексы, ну акции, все, что хотите. Так. Ну, давайте вот акцию возьмем. Американские акции. Амазон. Объем лота. Количество контрактов 100. спред в пунктах от 24 комиссия 1 лот от 3 до 7 долларов комиссия что значит комиссия 3 до 7 1 комиссия 3 хорошо 3 доллара давайте возьмем мазон очень дорогая но амазона сколько одна акция стоит 3 тысячи 3 тысячи говоря apple 120 ну давайте возьмем объем одного лота количество контрактов 1000 то есть сразу тысячи акций то есть я меньше не прям бы не смогу приобрести только тысячу минимального сколько я смогу объем одного лота 100 акций по 122 доллара 12 тысяч долларов то есть минимум я должен купить на 12 тысяч долларов плечом 1 20 ну хорошо 12 тысяч долларов если у меня будет тысяча тысяча долларов 20 тысяч понятно все с плечами все с плечами если мы берем с вами примеру амазон это 10 контрактов 0 1 лот это 1600 долларов практически маржа так где вы вообще физически находитесь а где это вы вообще физически находитесь сейчас вы сами из россии конечно я приехал из ростова сначала в москву а потом уже все такой еще вопрос чей крым знаете если вы россиянин вообще не стоит ответить а мне зато будет намного приятнее больше у меня понимание будет с кем я имею дело наш чей наш украинский российский чей наш российский 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 ну чей из ростова и москвы а потом уже лондона то наверное все-таки российский я не знаю может у каждого свое я я вам говорю а у вас какие политические предпочтения вы сами из Москвы или я тоже считаю конечно из россии конечно я считаю российский на 2 лондона то есть например да наверное да уж пора начинать начинать на карте у меня сейчас к сожалению нет блин одна карту жду слушайте дайте мне еще времечко почитаю отзывы про вашу компанию что-то как-то мне с регистрациями не очень меня убедили еще посмотреть все нормально но отзывы вы захотели прочитать правильно понимаю да почитаю еще отзывы хорошо просто к вам тоже вопрос один скажите пожалуйста вы вот торгуете насколько я помню на Тинькофф верно? да на Тинькофф вы отзывы читали когда начинали торговлю? обязательно еще у знакомых спрошу их мнение ну и что они говорят? не подождите я не знаю есть ли у вас знакомые которые торгуют у нас мне конкретно интересует то что вы говорите я даже положительный конечно же отзывы и сам сейчас рекомендую даже своим знакомым пользоваться этим сервисом поэтому сайт какой? Тинькофф вы имеете ввиду или что? да 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 про Тинькофф да уж за Тинькофф ну я же говорю я не знаю на каком форте вы читали где сайты потому что у Тинькофф тоже есть негативные отзывы как таковые ну да но я единственное что там не встречал отзывы например такого рода что Максимаркетс это развод с вашего согласия да вот первый попавшийся открыл отлично смотрите напишите пожалуйста Максимаркетс про поисковике Максимаркетс про спроси почему с русского языка разводили но если мы с вами уже читаем отзывы если мы с вами уже читаем отзывы если мы с вами как бы ну за то что Крым это все таки единая нашей Россия неделима скажем так давайте с вами просмотрим уже 100 местные отзывы Максимаркетс пишите пожалуйста и про Максимаркетс про вот там должно быть потом Максимаркетс скобочках Максимаркетс отзывы мошенники спроси почему с русского языка разводили если мы Максимаркетс точка про отлично отзывы мошенники отлично да отлично а нажимайте угу отзывы мошенники отзывы москал мошенник видит свой email ля-ля-ля есть такое угу а листайте пожалуйста в самый низ так скажите когда пролистаете да 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 пролистал а смотрите у вас там сейчас чуть-чуть выше должна быть фотография мужчины в доспехах есть такое вы игры престолов скажите смотрели не я не смотрю не смотрели хорошо я вас ориентирую ничего страшного когда вы будете в самом низу вы чуть-чуть выше поднимая у вас там будет написано фото автора статьи об организации и у вас там должен быть человек такой пожилых лет с сединой выкрасим есть такое да что-то не прогружается нет ничего долистайте вниз потому что это очень большой сайт я же поэтому сказал когда вниз долистайте скажите ну я долистал но тут у меня крутится еще не ну хорошо давайте подумаем я сейчас вам покажу чтобы вы там это посмотрели увидели и потом мне сказали что по поводу этого не открывается ну не знаю не открывается я баристан целыми прославленный рыцарь великолепный воин да 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 то есть вот там идет создательная статья и вот идет внизу фото авторов статьи когда у вас прогрузится там будут фотографии мужчины и все я баристан целыми прославленный рыцарь великолепный воин во время правления Роберта Баратаона был назначен в орган команды королевской гвардии вот и я даю статьи о вас в контроле то есть вы понимаете да то есть ну кто это пишет кто это такое то есть у человека не все в порядке психика я понимаю что ну сериал хороший да он собирал большие катовые сборы неплохой такой сериал но и все же сам факт кто это пишет да ну я баристан целыми прославленный рыцарь и ляля тополя то есть ну я понимаю что вы группы слов не смотрели из этого но я не могу вам как бы должно показать кто это если просмотрите то я думаю обязательно вспомните этот сайт с этими отзывами и вы это все поймете хорошо посмотрите по поводу я думаю вам понятно потому что в целом люди делятся на два типа тех которые выписывают восполяет все прекрасно все ура пожалуйста отличная компания и которые пишут ужасная плохая не лезьте не надо и так далее и тому подобное как на Тиньфоп так и на нашу компанию так и на многие другие компании таких кайта очень много потому что все таки в первую очередь это конкурент во вторую очередь это очень хороший бизнес понимаете да вот поэтому что отзывы вам дадут я не знаю я могу как бы присылать на вашу почту или на телефон как очень много позитивных сайтов так и очень много негативных сайтов это уже чисто что и как вообще знаете ну у нас с вами откровенно говоря последовательность пошла немножко ну не тем местом Сергей мы с вами сначала должны были отзывы просмотреть а только уже потом после всего этого мы с вами должны были бы просмотреть что как зачем кто регистрируется где смотрится и тому подобное и так далее поэтому учитывая что у нас все равно пошло в обратную сторону как таковы отзывы ну трата времени я не знаю какой вам смысл лучше если у вас есть какие-то вопросы давайте их еще просудим просмотрим потому что тратить время на отзывы но это да нет смотрите давайте ладно не будем тратить ни ваше ни мое время я прекрасно понимаю я перед тем как с вами общаться я и отзывы эти почитал и прекрасно знал что у вас здесь самый обыкновенный лохотрон люди вкладывают к вам туда деньги а потом сливают депозит и нужно еще еще туда к вам бабок закидывать то есть все это прекрасно понимаю и интереса с вами работать у меня нет только я подтвердился свое мнение фейковые у вас там регистрации непонятно каких там организаций непонятно где обычная офшорная какая-то конторка которой в принципе может и не быть в лондоне вы ни в каком не находитесь я на сто процентов в этом уверен несколько раз вы тут связь точнее отключали микрофон чтобы там с кем-то посоветоваться когда я вас немножко неудобный вопрос вам задавал поэтому Ростислав хрен хреней вы полной занимаетесь и зря вы людей разводите вообще на то чем вы занимаетесь в общем удачи 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 вам не желаю ваше мнение это то как вы решите все тогда до свидания удачи 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 удачи